Приветствую вас, давайте распарём ваш вопрос. Встречались с парнем почти 4 года, были довольно тяжёлые отношения, но яркие, очень любили друг друга, хотели съехаться после того, как он вернётся из армии, стать семьёй. Полгода назад я приняла решение расстаться. На колонии часто ссорились, ибо совершали много ошибок. Я постоянно плакала и испугалась за себя, но он не хотел расставаться. По итогу всё равно расстались, не общались и не виделись полгода. Неделю назад захотелось с ним встретиться, была какая-то внутренняя тревога, как будто очень хотелось его увидеть. Написано, он согласился встретиться, поговорили на дружеской ноте, без негатива, как-либо обид. Сказался, страдал долгое время после нашего расставания, но в целом оправился. Узнал, что уходит в армию, вчера уже ушёл. Я после встречи с ним чувствую себя ужасно, постоянно плачу, а будучи неэмоциональным человеком, меня это очень впугает. Безумно больно от того, что не провожала его, не была рядом в последние дни. Понимаю, что сама виновата в этом. Стала задумываться, не совершила ли я большую ошибку, когда рассталась с ним. Поняла, что ещё люблю, не знаю, что делать дальше. Хочу его дождаться, уверена, что он это оценит, но не знаю, надо ли это ему, тем более не виделись в полгоря, тут ещё целый год, неизвестно, какими людьми мы станем. Понимаю, что мне нужно сначала в себе разобраться, но не могу найти себе место, очень хочу к нему приехать, увидеть и сказать, что люблю его и хочу всё вернуть. Ну, собственно, здравый, естественно, мотив в том, что вам нужно в себе разобраться. А, как бы, самый лучший способ это сделать, пойти на психотерапию, вот. Где вы, правда, спокойно сможете, сможете в себе разобраться и где вы, правда, сможете спокойно лучше себя понять. Сейчас у вас, ну, такого нет. То есть, сейчас, вот, понять себя, да, у вас явно не получается, вот, и явно сейчас, вот, чтобы как-то, ну, к себе разобраться, вам нужно довольно много усилий по моим ощущениям тратить на это. Вот. Понятно, что ничего хорошего из этого как-то, ну, получиться не может. Это понятно. Я надеюсь. Теперь, если немножко более подробно как-то поговорить о том, что вообще происходит, да. то есть, если как-то вот более подробно поисследовать эту ситуацию, да, ту ситуацию, в которой вы оказались. Значит, встречались с парнем четыре года, были довольно тяжелые отношения, но яркие, очень любили друг друга. А что нам говорит, если отношения тяжелые, но яркие? В первую очередь, нам это говорит о том, что вы, по-видимому, находились в таком, таких типа созависимых отношениях, да. То есть, не сказать, чтобы такие они прям вот здоровые в этом смысле. К сожалению. Вот. То есть, это тут первый момент, на который хочется обратить ваше внимание. Вот. Потому что яркими ваши отношения могут быть по многим причинам. и одна из причин может заключаться как раз в том, например, что вы зависимы от человека. Были, есть и остаетесь. даже не смотря на то, что вы расстались, даже не смотря на то, что какое-то время вы были не вместе. Вот. Это первое, на что хочется обратить ваше внимание. Второе, значит, за счет чего были тяжелые отношения? Вы пишите яркие, за счет чего они были яркие? Это была страсть. Любили друг друга. Вы можете говорить только за себя. Вы не можете говорить за другого человека. Хотели съехаться после того, как он вернется из армии и стать семьей. Ну, опять же, да, это звучит немножечко так, знаете, ну, не то чтобы странно, но, вот. Просто это вот, ну, вызывает вопросы. Скажем так. Вызывает вопросы, потому что, ну, что значит стать семьей? Что такое семья? Понятно, что это значит, но, как бы, семья – это следствие. Семья не может быть такой, знаете, как, целью. А здесь, как будто бы, семья – цель. И именно цель. То есть, как будто бы, целью выступает именно, именно, вот, семья. И это вызывает вопросы. Потому что, когда цель – семья, есть проблема. Проблема в позиционировании себя. То есть, проблема именно в том, как я себя позиционирую в этом. Проблема в... Ну, в нацеленности. Вот. То есть, ну, то есть, на что я... Нацелена. Ну, ну, в отношении, во взаимодействии с человеком. Опять же, несколько смущает то, что вы, как бы, говорите за... Ну, за двоих. Смущает то, что вы говорите, как бы, из-за себя, из-за него. Вот что, вот что смущает. Ну, вы не можете говорить за... Ээээ... Другого человека. За то, что хотели именно вы. Вы можете говорить только за то, что... Хотели вы одна, Ангелина. А не вы вместе. Это смущает. Понимаете, да? В чём штука, в чём здесь, эээ... Такой, вот, нюанс, скажем так. Это важный нюанс, потому что от этого нюанса, в общем и целом, зависит, ну, то, как вы, вот, вообще, себя... Ну... Позиционируйте в отношениях. И если в отношениях вы себя позиционируете, ну, вот, эээ... Как-то вот так... То вот вам основание... Для того, чтобы... Чувствовать себя плохо. Дальше. Полгода назад я приняла решение расстаться. Накануне часа вссорили. Соби совершали много ошибок. Я постоянно плакала, испугала за себя, но не хотела расставаться. Из-за чего хотели... Из-за чего хотели расстаться? Ссора — это не основание для расставания, как таковое. Чтобы вам лучше понимать механизм ссоры, я рекомендую изучить психологическую игру «Скандал». Вы можете лучше понимать, как происходит механизм ссоры. Когда вы говорите «много совершали ошибок», вы говорите «за», «два их опять же». То есть, что есть ошибка. Ошибка — это далеко не всегда то, что мы привыкли понимать под ошибкой. Но то, что у вас размываются личные границы, когда вы говорите, что мы оба совершали много ошибок. Это факт. Дальше. Из-за чего вы плакали? Слезы — это какое чувство здесь? Испугали за себя. Что это значит? То, что вы испугали за себя? Вы говорите, он не хотел расставаться. Что вы в это вкладываете? Вину? К сожалению. По итогу, все равно расстались, не общались, не виделись полгода. Неделю назад я захотел с ним встретиться. Была внутренняя тревога, как будто очень хотелось его увидеть. Да, это как раз таки проявление зависимости. То есть, чтобы мне успокоиться, мне нужно тебя увидеть. Написал он, согласился встретиться. Поговорили на друзей с кино. Ноте без негатива и обид. Сказал он, что страдал долгое время после нашего расставания. На что он направился. То есть, человек сепарировался. Узналось, что уходит в армию. Я после встречи с ним чувствую себя ужасно. Я постоянно плачу. Я, будучи неэмоциональным человеком, меня это очень пугает. Вот для неэмоционального человека вы как-то знаете, и отношения у вас яркие и тяжелые. И ссоритесь вы часто. И плакали вы при расставании. То есть, для неэмоционального человека, как-то вы, на мой взгляд, ведете себя эмоционально. Поэтому здесь, извините, нужно разбираться. Что такое ваша неэмоциональность? И правда ли она существует? Или вам просто хочется казаться неэмоциональна? Безумно больно от того, что не провожал его, не была рядом последние дни. А что это за боль? Что это за боль? Опять же, похоже это, знаете, на что? Ну вот, похоже это больше на, честно скажу, на зависимость похоже это больше. Вот. То есть, не похоже это на любовь и на прочий повод. Человек для вас имеет, ну, имеет значение. Я понимаю, как это звучит. Да, вы со мной, скорее всего, не согласитесь. Но вот, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, это вот больше такая история про решение своих проблем за счет другого человека. Ну, за счет мужчины. То есть, вот. И я вот не думаю, что это хорошая история для вас. Я вот не думаю, что это то, что вам полезно, честно говоря. Я вот не думаю, что вам будет хорошо в, ну, вот в такого плана в такого плана отношениях. Не думаю, что вам будет хорошо. Вот. Поэтому я бы, конечно, здесь рекомендовал бы все-таки как-то более внимательно, что ли, к этому отнестись. Вот. Я рекомендовал бы более ну, больше, больше предназначен к этой истории, к тому, что от чего зависит, да. К тому, что с чем связано, да. Вот. Потому что, ну, вот несколько тревожит, несколько, несколько тревожит то, что вы условно говоря, ну, описываете. Вот. Несколько это тревожит. Меня пока не верит. Дальше. Так. Понимаете, что сама виновата в этом. Вот. Обратите внимание, как вы себя начинаете здесь винить. Вы себя натурально винить. Это натуральное обвинение. Вот. То есть вы себя прямо-таки вот обвиняете. Вы говорите, что вот я виноват в том, что его там, значит, не провожал и так далее. Говорите вы. Ну, по сути. По сути. Хотя, при этом, при этом, у вас есть основания, у вас были и остаются основания для того, чтобы так поступать. Вы хотели с ним расстаться. Но именно сейчас вы придумали. Вот конкретно сейчас вы придумали. Конкретно сейчас вы решили, что нет. Я не, ну, придумал расставаться сейчас. Вот. То, что вы придумали расставаться, связано с вашим изменением. Как бы, да. Это действительно изменение ваше. Это правда. Но нужно понимать, на мой взгляд, вот нужно понимать, что ваши изменения не связаны с тем, что вы что-то плохое делаете. Делаете или делали. Вам нужно понимать, что ваши изменения, изменения, ваши изменения связаны связаны с другим. В данном случае, по крайней мере. Вот. Ну, а сейчас пока вы позиционируете себя вот так. Ну, как бы, вот, ничего хорошего в этом нет. Что такое виновое, что такое обвинение? Ну, вот, то, что вы себя получается, обвиняете. обвинение в подавленной злости. То есть, вы злитесь, скорее всего, на молодого человека злитесь, вот, подавляете эту злость, потому что он вам нужен, молодому человеку, и обращайте внимание на что? На школу. Ну, и обращайте внимание на себя. На него злиться вы не можете, злиться на себя. Это безобезопасно, это делает вас виноватой, вот, это делает вас какой-то неправильной в своих глазах, и, собственно говоря, появляется ощущение, что вот без молодого человека, без мужчины вы не проживете. Так, дальше. Значит, стало задумываться, не случилось ли я большую ошибку, когда с ним расстал. Это про потребность. Вам нужно что-то в отношении с ним. Поняла, что еще люблю. Ну, вот, хотелось бы увидеть, что вы вкладываете в люблю. Не знаю, что делать дальше, что делать, чтобы что. Хочу его дождаться, уверен, он это оценит, но не знаю, надо ли это ему, вот. Любовь не может быть связана с тем, что вы выдумали, надо ли человеку, вот, или нет. Это не совсем про любовь. Это про себя, правило? Тем более, не виделись полгода, тут еще свой год, неизвестно, как величины мы стали. Вы уже изменили, изменили, вы уже стали другими. Он, точно. Понимаете, сначала нужно в себе разобраться, да, вам нужно в себе разобраться, лучше с босса, потому что сделать, пойти на психотерапию, но я не могу найти себе место, это тревога, очень хочу к нему приехать, увидеть и сказать, что люблю его, и хочу все вернуть. Вот именно. Вот именно. Хотите все вернуть, чтобы вам было спокойно. Это первое. Второе. Простите, а что именно вернуть? Ну вот, вы говорите, да, все вернуть, что именно, что именно все вернуть, вот все это что? Ну давайте как-то вот, то есть подумаем на эту тему. Вот хочу все вернуть, что именно все? Что такое все вернуть? Я просто, ну, вот я, например, не очень понимаю, что вы имеете ввиду, говоря, хочу все вернуть. Вот. Если вы про то, что хотите вернуть, то, что у вас было, не получится. Потому что вы изменились, потому что молодой человек изменился, изменился. то есть вы не можете войти в одну реку дважды. Невозможно. Невозможно это сделать. дважды в одну реку войти, да? Нереально. Вот. Так чего же вы хотите? Тогда. Ну, возникает вопрос, возникает вопрос. что вам нужно в таком случае? Что будет, когда вы вернете все? Понимаете, да? То есть, ну, что произойдет? Когда вы вот все вернете? Понимаете, понимаете, да? То есть, тут вот ряд таких моментов, на которые вот нужно обратить внимание вам. Как мне кажется. чтобы просто вот немножечко лучше себя, может быть, понятно. Чтобы я не могу немножечко лучше видеть, что с вами происходит и чего вы хотите. Вот. И повторюсь, сейчас движений каких-то таких вот резких движений, да, может быть. Делать не надо. Вот. Вам сейчас нужно в себя разобраться. по моему глубокому убеждению. Вот. По моему глубокому убеждению вам нужно разобраться с собой. Вот. Потом уже, потом, после того, как вы разберетесь, уже сможете решить. Что вам делать, как делать и так далее. понимаете, да? Какая штука. Поэтому не торопитесь. Не надо торопиться здесь, на мой взгляд. Спокойненько. Спокойненько. Собирь разберетесь, дальше будете смотреть. То, из-за чего вы? Со своим молодым человеком. Значит, ссорились? Вот. Никуда не ушло. Никуда это не делось. К сожалению. Вот. Никуда не ушло это. Все осталось как раньше. не изменился в этом плане, в этом плане. Не изменился ни он, ни вы. Скорее всего. Это важно понимать. То, из-за чего вы ссорили. слишком это глубокое изменение личности. Чтобы оно было. Нравится вам это или нет? на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я буду благодарен вам за обрядную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Абресец.